Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы поговорим о мифической пользе хваленных тампоксов или стоит ли постоянно таскать в себе эту фишку. За все время существования тампонов врачи не смогли прийти к единому мнению на их счет, да и вряд ли когда-нибудь придут. Тампоны, которыми мы сейчас с вами пользуемся, были придуманы доктором Хаасом из США в 1936 году. Его изобретение заинтересовало немку Гертруду Тендерих, которая, недолго думая, купила патент у Хааса и основала всемирно известную компанию Тампокс. Вот с этого все и началось. Это принесло большую пользу как самой фрау Гертруде, так и всей легкой промышленности. А вот польза для самих женщин была и есть весьма сомнительна. Сами адские приспособления изготавливаются из прессованной ваты, прошитой посередине. Применять тампоны очень просто. Женщины знают, мужчины догадываются. А чтобы вытянуть тампон, нужно потянуть за шнурочек. Дерни за шнурок, тебе и откроется. Вся польза от ней заключается в том, что типа, когда они установлены, дама может пойти купаться в бассейн. Другой вопрос, зачем прийти в холодный бассейн во время месячных, но мы с вами не это обсуждаем. А вот возможный вред от пребывания тампонов в теле как молодой, так и взрослой женщины весьма и весьма впечатляет. Вот, например, синдром токсического шока. Заболевания, о котором врачи говорят часто и много. Как им может обзавестись женщина? Очень просто. При использовании тампонов внутри блокируются бактерии, которые благодаря таким вот выгодным для них условиям очень быстро размножаются. И это еще больше усугубляет ситуацию. Это касается, прежде всего, тех женщин, у которых уже обнаружены такие инфекции. Ну а кто у нас совсем здоров при такой жизни и стрессах? В свою очередь, застой бактерий ведет к образованию токсинов, которые проникают в кровоток и вызывают серьезнейшие заболевания с синдромом токсического шока. Возбудителями болезни являются такие милые бактерии, как золотистый стафилококк, кластридии и гноиродный стрептококк. Просто красивейшие названия. А вот последствия от них. Ну, в свою очередь, синдром токсического шока чаще всего наблюдается у тех женщин, которые использовали тампоны с большой степенью впитываемости. Кроме того, есть и такие приятности, как иссушение слизистых в результате активного впитывания. Ну или такая мелочь, как образование онкологических заболеваний из-за применения диоксина при изготовлении тампонов. Вату в них и диоксинчиком отбеливают. Ну, чтобы почище было, да, и чтобы травануть кого-нибудь как следует. Ну, а теперь скажите мне, вам такие удобства нужны? Мне, например, нет. Я обойдусь и прокладками при нужде. Так что удачи вам всем. Здоровья. Подписывайтесь на наш канал. У нас много-много интересного. Всего вам доброго.